Музыка Реализуя приоритетную задачу по вхождению в топ-30 конкурентно способных государств мира, в Казахстане развивают все отрасли экономики. Один из развивающихся секторов – машиностроительная промышленность. Помимо сборки автомобилей, растет также производство различных автозапчастей, в том числе аккумуляторов. Выпуск данной продукции в республике осуществляет компания «Кайнар» в городе Талдыкурган. Предприятие с полувековой историей, несмотря на тяжелые 90-е и кризисы, смогло сохранить былой потенциал и даже его нарастить. Завод несколько раз прошел модернизацию и на сегодня является успешно развивающимся. На крупной фабрике изготавливают множество видов аккумуляторов, которыми снабжают казахстанский рынок и отправляют на экспорт. Инновационная продукция представлена под тремя брендами и марками – «Барс», «Намад» и «Кайнар». Спрос на аккумуляторные батареи постоянно увеличивается. Так в чем же уникальность аккумуляторов отечественного производства и по какому методу делают продукцию? На эти вопросы мы ответим в течение ближайших 10 минут. В эфире программа «Инновации в жизни». Динамично развивающаяся компания «Кайнара КБ» зародилась почти полвека назад. В 1975 году предприятие выпустило первую продукцию в виде аккумулятора. С тех пор работа производства не останавливалась. Несмотря на кризисы, былую сложную экономическую ситуацию, работа здесь продолжалась. Изначально производство называлось «Талдыкурганский аккумуляторный завод», но позже его переименовали в «Кайнар». С этого момента началась новая эра развития компании. В настоящее время «Кайнар» является одним из основных производителей аккумуляторов на территории СНГ. Если Россия делает 7 миллионов аккумуляторов, «Кайнар» сегодня делает 2,5 миллиона аккумуляторов и планирует выпускать в дальнейшем 7, 8, 10 миллионов аккумуляторов, выпустить, переработать весь вырабатываемый в Казахстане свинец в аккумуляторных батареях. Мы думаем, что это реально и будем это притворять в жизнь. В заводе сейчас несколько производств. Это целые отдельные заводы. Это производство моноблохов, корпусов. Это производство оборудования. Мы производим электроэнергию сами. Мы производим 50% необходимого нам свинца. Все это нам позволяет удешевлять свою продукцию, снижать себестоимость и быть конкурентом на международных и на внутреннем районе. Предприятие на сегодня сохраняет статус самого крупного производителя аккумуляторов. На заводе выпускают много типов данной продукции. Вначале рабочие изготавливают все необходимые материалы. Основной элемент, из которого делают аккумулятор – это свинец, который поставляют сюда из разных регионов страны. Сырье плавят при температуре 500 градусов, чтобы отсеять ненужные компоненты. Это цех по выпуску корпусов. Их изготавливают из полипропилена, привезенного из Южной Кореи. Получив нужную форму корпуса, рабочие обязательно красить его в нужный цвет. Этот процесс занимает всего пару минут. Процесс у нас работы заключается в том, чтобы перерабатывать полимерное сырье. Это у нас полипропилен. Вот эти пластмассовые изделия. На термопласт-автоматах китайского производства. У нас тут в цеху около 32 термопласт-автоматов. Цех может производить до 280 тысяч моноблоков в комплекте в месяц. В год получается более трех миллионов. У нас каждый работник отвечает за качество и процесс производственный. Активно обновлять устройства и оборудование предприятие начало в 2007 году. Для того, чтобы реализовать свои планы, компания подала заявку на инновационный грант в Национальное агентство по технологическому развитию. В результате с ведомством было заключено 4 договора. Первый грант Кайнар получил в 2013 году. Тогда производству была оказана помощь для внедрения инновационных технологий, чтобы выпускать новые типы аккумуляторов. Проект оценили в 202 миллиона 914 тысяч тенге, из которых агентство выделило 101 миллион 457 тысяч тенге. Данная поддержка способствовала увеличению объемов производства. Мы первые предприняли, как можно снизить влияние человеческого фактора на технологический процесс. С этой целью у нас станки работают в автоматическом режиме. Роль операторов заключается только в том, чтобы подать комплектующие. Оператор не выполняет непосредственно технологические операции. Автомат выполняет точностью с заданными параметрами ту или иную операцию. Вот благодаря этому получилось уменьшить влияние человеческого фактора. Это первое. И второе. Мы очень много потратили средств и главное времени, чтобы обучить людей новым передовым знаниям. Технологичность предприятия также заключается в том, что здесь в производстве используют изделия ранее использованных аккумуляторов. В основном такую продукцию сюда доставляют из разных регионов страны. Поставляемые БУ аккумуляторные батареи сотрудники предприятия обрабатывают при помощи итальянского оборудования и получают необходимые элементы, к примеру, свинец и полипропилен для изготовления новой продукции. В этом корпусе мы берем черновой свинец и плавим его в котле вместимостью 50 тонн. Температура плавления тут составляет примерно 450-550 градусов. После плавления делаем из свинца нужной нам формы. Также мы используем добавки. В этом случае мы учитываем таково, так называемых сурминистый или высоко сурминистый. Нам заранее подают заявку, в каком количестве нужен свинец, и мы его предоставляем. В 2007 году предприятие выпускало 250 тысяч аккумуляторов, но такие объемы не позволяли охватить отечественный рынок. Поэтому руководство Кайнар старалось внедрять новые технологии, чтобы увеличить мощности производства. И в 2013 году подало еще две заявки в Национальное агентство по технологическому развитию. В результате компания выиграла грант в размере 142 миллионов 619 тысяч деньги. За счет средств приобретена инновационная технология по литью, экспонтированию ленты для выпуска аккумуляторов нового поколения. За счет второго гранта в размере 3 миллионов 150 тысяч деньги проведен рейнджиринг, позволяющий наладить эффективное управление бизнес-процессами и повысить конкурентноспособность производимой продукции. Если, значит, аккумуляторы качественные, хорошо работают, как летом и зимой, работают не год, а не два, а три, вот это самая лучшая реклама. Конечно, нужно доводить через пиар-компанию, что мы и делаем. Поэтому мы, наши аккумуляторы сегодня, очень высококонкурентны. По соотношению цена-качество мы занимаем одно из лучших мест на рынке Российской Федерации. И практически, я вам сказал, 80% собрали Казахстанскую рынку. Благодаря этим качествам, этим достоинствам, этим параметрам мы сейчас осваиваем рынок Китая. Ну, там немножко другая ситуация. Не просят, наоборот, чтобы там трубку был поменьше, чтобы почаще менять аккумулятор. Но это не тот путь, по которому мы должны идти. Дополнительный инновационный грант компании Кайнар был выделен в 2014 году. Этот проект помог привлечь инжиниринговые организации, которые позволили довести имеющиеся технологии до совершенства, а также улучшить дизайн аккумуляторов. На эти цели было потрачено 9 миллионов 124 тысячи тенге. В настоящее время на предприятии трудятся 825 человек. В этом году компания Кайнар намерена выпустить более 2,5 миллионов аккумуляторов. Имеющиеся возможности и мощности позволяют выполнить поставленную задачу. К примеру, в соседней России ежегодно производят около 7 миллионов аккумуляторных батарей. Конечно же, такое количество продукции не может удовлетворить потребность огромного рынка самой большой в мире страны. Поэтому казахстанское предприятие ежегодно поставляет в соседние государства порядка миллиона аккумуляторов. Успех компании заключается в качестве производимой продукции, которая обрела статус инновационный. За годы работы компания смогла создать несколько отечественных брендов. Технологичные аккумуляторы компания продает под такими названиями, как Кайнар, Барс, Намат и Уладала. Благодаря такому ходу казахстанский продукт стал известным в СНГ и Европе. Поэтому сегодня на международном рынке наши аккумуляторы, мы можем себе позволить поставлять аккумуляторы в Корее, в Китай, не боясь, что мы там проиграем конкуренцию, что наши аккумуляторы по каким-то параметрам пройдут. В Казахстане, в России, ну вы понимаете, мы миллион аккумуляторов продаем в России, это очень много. Для компаний, которые находятся за 3-9 земель, у нас очень тяжелая логистика. Для освоения новых технологий за несколько лет компания провела 4 консалтинга. На предприятие приезжали ведущие специалисты из разных стран, чтобы поделиться своим опытом по выпуску аккумуляторов. В частности, показали, как работают новые образцы оборудования и поделились своим видением дальнейшего совершенствования производственного процесса. Нам аккумуляторы доставляют в виде пластин. Мы их собираем при помощи вот этих автоматов. В станции ВМ имеются конвертации 1, 2 и 3. Конвертер устанавливает минусы и плюсы. Наша бригада готовит небольшие аккумуляторы. Компания КНР выпускает множество типов аккумуляторов, в том числе для легковых и грузовых автомобилей, а также военной техники. Кроме того, предприятие выпускает батареи для семафоров, так называемые железнодорожные светофоры. За годы деятельности компания удостоилась различных премий и сертификатов качества. Предприятие считается одним из лидирующих в Казахстане. Динамично развивающееся предприятие намерено и дальше усиливать темпы и довести объемы производства до 10 миллионов аккумуляторов в год. Для этого необходимо дополнительное оборудование и увеличение штата сотрудников. В планах у компании приобретение новых образцов техники и улучшение качества инновационной продукции. С вами была программа «Инновации в жизни». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok